Девушки! Он настоящий. Иванов сорвал маски с шоу-бизнеса и подкупил московскую прессу искренностью. Настолько настоящий. Кто кого баттл-триумфаторов главной сцены. Айван и Арсений Бородин встретились в караоке. Привет. Вы что увидели на съемках? Евровидение – это не только песни зрителей и три минуты славы на сцене. Это еще и общение с фанатами, многочасовые интервью и изнуряющая конкурентная борьба. Сегодня Айван докажет. Он готов к испытаниям с лавой и журналистами. Смотрим. Виктор Яглич, я ожидал вас тут увидеть. Будьте добры, семь розочек за 120 рублей. Сегодня 8 марта. Как вы видите, небольшой букетик из семи роз, потому что мой номер был семь. Я считаю, что это число счастливое, и мы будем сегодня дарить девушкам по розочке. Как настоящий рыцарь. Это вам. Бесплатно. Бесплатно. Абсолютно. Да. Спасибо. Спасибо. Так, где? Так. Я думаю, что я их продаю. Сейчас мы будем очень долго ходить, потому что я долго убираю жертву. О, о. Не, она в плеере, она в плеере. Это не вариант вообще. Девушки, передо мной, здрасте. Хочу вас поздравить с наступающим праздником. Мне тоже, можно? Да, вам тоже обязательно. Спасибо. Пожалуйста, вам. А вам тоже, кстати, цветочек. Спасибо. Все, с праздником. Пожалуйста. Хоть ты улыбайся вообще. Вот так вот, до ушей. Здрасте. Здрасте. Просто цветочки, да, просто можете идти. Спасибо большое. Тяжело быть рыцарем в шумном, динамичном городе, потому что я подхожу к девушкам, и они думают, что это за деньги. Вот так вот. Черная мантия, кожаная куртка, темные очки. Он и в самом деле похож на рыцаря, который затерялся во времени. И пошел. Смотрите Евровидение, голосуйте за Беларусь. Вот так спокойно гулять по московским улочкам. Пожелай мне удачи в бою. Затеряться в толпе поклонников и зрителей ему удается нечасто. Это старый Арбат, насколько я понял. Я здесь первый раз, я здесь не был ни разу. До этого Москву он видел только из окна автомобиля. Останкино является достопримечательностью. А с поклонниками общался лишь в чатах. Здрасте, Баль. А что это? А, реклама просто, да? С удовольствием. Очень много всяких разных людей, забавных. Все свободное время Айван проводит в студии, сочиняет песни и играет на гитаре. Большой шоу-бизнес, как и Москва, слезам не верит. Ну не знаю, у нас как-то с ней все сразу заладилось, слава богу. О Москве он говорит как любимой девушке. Их роман длится почти год. Любовь прочная и взаимная. Ну я понимаю, что здесь движение, здесь работа, здесь дело всей моей жизни. Но сегодня Айван признается, он очень скучает по дому. Я просто скучаю по родным очень сильно. Я скучаю по городу. И мне иногда очень хочется, как-то душа просится домой. Но как только Иванов это скажет, словно знак судьбы, появится он, продюсер. И укоризненно покачает головой. Виктор Яглич, не ожидал вас тут увидеть. Он спустится со звездного небосклона по землю, для того, чтобы взглянуть в глаза зрителям, которые до этого видели его лишь по телевизору. Меня зовут Женя. О, я Саша. Очень приятно. Айван одолжит гитару уличного музыканта Жени и тут же соберет аншлаг. Против тебя большое. Вместе что-нибудь споем? Ну, я в основном цоя, звери пою. Кайоны, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Прохожие снимают уличный концерт на мобильные телефоны. Кажется, никто не удивляется, почему парень из телевизора вдруг поет в подземном переходе. Песня, которую я сейчас исполню, эта песня будет на Евровидении от Беларуси. Собственно, я буду там выступать. Вот они, реальные лайки от поклонников. Аплодисменты, звон монет и шелест купюр. За 10 минут Айван помог заработать музыканту Жене пару сотен рублей. Но делить гонорар не стал. Попрощался и снова вернулся в большой шоу-бизнес готовиться к Евровидению. Заходит один из пиар-директоров и спрашивает меня, Саня, а где там такие-то документы? Ну я, ну где? Ну в шуфлятке, посмотри у меня. Он где? Айван жалуется, в Москве его не понимают. Он не может найти общего языка с коллегами. Оказывается, что это слово знают только белорусы. Так что если вы хотите что-то спрятать от москвича, говорите, что в шуфлятке. То есть это такое кодовое слово. Чтобы на Евровидении не было трудностей с переводом, Иванов решил накануне конкурса подтянуть язык и исправить произношение. Сегодня мы занимаемся английским с моим преподавателем Том. Hello. Том, мой, как я уже сказал, преподаватель английского языка. Он носитель языка. Он из Ливерпуля. From Liverpool? Да. Певец не любит вспоминать. Ради шоу-бизнеса он когда-то бросил учебу на факультете иностранных языков. Саша на английский очень хорош. И у него хорошее произношение. Так же, как и пение. Лишь определенные слова, определенные звуки в этих словах он произносит немного неточно. Такого ученика у Тома еще не было. Ради Айвана англичанину пришлось даже разработать специальную методику. Мы поем разные песни. Я много работаю над обучением произношения в английском языке. Но произношение в пении – это для меня что-то новое. Это мой первый подобный опыт. Ты хочешь сделать новый песню? Что хочешь сделать? Как его имя? Jake. Jake Берг. А теперь проверим домашнее задание. Айван включает конкурсную песню. Том внимательно слушает и записывает ошибки. Оценку учитель английского ставить не спешит. И признается, он не может быть объективным. Я поклонник этой песни, и она мне действительно нравится. Я никогда не был фанатом Евровидения, но теперь я буду смотреть этот конкурс и поддерживать Сашу. Смотрите далее. Что загадал Айван в телевизионном кресле желаний? Вот все, что здесь загадывается, оно через какое-то время обрабатывается вселенной и, собственно, исполняется. Что артист скрывает от журналистов? Сейчас пока не пишите звук, да? И кто кого. Триумфаторы главной сцены устроили в караоке свое Евровидение. А сейчас едем на эфир Music Box Live рассказывать всякие истории, надеюсь, смешные. После того, как Айван попал в большой шоу-бизнес, он стал лакомым кусочком для светской прессы. Съемки, эфиры, интервью, поклонники. Каждую свободную минуту Айван проверяет свои аккаунты в интернете. Проверить, что там происходит. Он уже давно не принадлежит себе ни минуты покоя. Все соцсети у меня сейчас хранятся на компьютере. Ну, что касается телефона и соцсетей, я с телефона все поудалял. А время много отнимаю, я сам. Сказал и пошел фотографироваться ради лайков поклонников. Так, Саш, давай для соцсетей. Так, улыбнайся, улыбайся. Красавец, ну красивый же. До прямого эфира несколько минут. Кажется, он совсем не волнуется. А надо бы. Сегодня ответить за все и на все вопросы его заставит Анна Грачевская. На своей странице в интернете телеведущая предупреждает. Она первая и единственная женщина в России, кто работает в жанре провокации и телевизионного троллинга. Привет. Привет. А, ты меня Аня взял? Меня сажал, привет. Очень приятно. Она входит в сотню самых красивых женщин планеты. Я выхожу замуж. Да и фамилия говорит сама за себя. Анна бывшая жена создателя Яралаша, Бориса Грачевского. У такой не похохочешь. Классный ботинок вообще. Нравится, да? Сначала ей понравятся его ботинки, потом гитара. Ты не один, ты с гитарой. Да. А это значит, что нас ждет что-то интересное. Она перечислит все его заслуги и смутится. А после того, как Айван запел, стало ясно, сегодня Анна не собирается никого троллить. У меня лично мурашки по коже, друзья. Это потрясающе. Я вот уверена, что теперь все, кто смотрели, мне, конечно, аплодисменты, там за кадром все хлопают. Эта песня должна быть победителем на Евровидении 2016. Спасибо. Не смущай. Нет, нет, нет. Я хочу все правду говорить. Они мило проболтают целый час в прямом эфире, после чего телеведущая признается – Айван ее покорил. Она думала, что такие в шоу-бизнесе уже не бывает. Вот я сейчас разговаривала, понимаю, что человек настолько естественный, он ничего не придумывает. Есть оточенные шаблоны. И в нем этого нет. Нет масок. Вот он есть как натуральный. И такой у нас и не такой в жизни. Поэтому, наверное, в этом и весь секрет. Телеведущая так растрогается, что позволит Айвану посидеть в телевизионном пресле желаний. Все, что здесь ты озвучиваешь, чего ты хочешь, это сразу же отправляется здесь прямой путь во Вселенную. Там это обрабатывается быстро и возвращается тебе. Считай, уже все есть. О том, что он загадал, сидя на магическом кубе, в эфире Айван так и не расскажет. Лишь хитро улыбнется. Я там столько желаний поназагадывал, главное, чтобы они успели все исполниться. Уже очень много было. Привет, Саша. Привет. Может, что вы виделись на съемках? Их очень часто сравнивают. Ну, понятно. Музыкантом. Они любят одну и ту же музыку. Просто так ничего не говорю. Оба воспитанники Виктора Дробыша. Мы работали в составе корректива «Челси» на протяжении семи лет до 2013 года. И главная сцена у них тоже одна на двоих. Познакомились на проекте «Битва хоров». Они хоть из одного проекта, но из разных сезонов. И до этого дня им никогда не приходилось играть друг против друга. Немного пообщаемся, даже сейчас поем. Накануне «Евровидения» триумфаторы главной сцены Айван и Арсений Бородин решили устроить дуэль. И, наконец, выяснить, то, о чем так часто спорят на форумах проекта, так кто же все-таки из них лучше поет. Встречаем нашими бурными аплодисментами. Айван и Арсений Бородин. Пока секунданты подбирают убийственные хиты, соперники обсуждают «Евровидение». Бородин расскажет Айвану все, что знает про Сергея Лазарева. Серега меня однажды очень сильно спас перед концертом, и это показала его человечность. Гладил пиджак, я сжег его утюгом, а Серега был с нами в одной гримёрке, он просто молча подошел, дал мне свой пиджак. Я говорю, слушай, тебе же в нем еще выступать. Он говорит, иди пой. И пообещает Иванову, что на «Евровидении» он будет болеть за обоих. Я давно говорил о том, что Серега достоин поехать. Очень буду болеть за него, буду болеть за Сашу. И честно, я вообще такими словами не разбрасываюсь. Когда речь зайдет о номере, Айван попросит не снимать и выключить камеру. Сценография шоу держится в строжайшей тайне. Кажется, к батлу все готово. Соперников просят выйти на сцену. Судить будут зрители и жюри. Все как на «Евровидении». АПЛОДИСМЕНТЫ Очень быстро батл превратится в дружескую встречу. И вскоре соперники запоют дуэтом. А когда в финале судья попытается выяснить, так кто же все-таки лучше поет, Бородин возьмет самоотвод и попрощается. До встречи в Минске. А я считаю, нужно поступить честнее. Пожелать победы Ивану. Будем болеть. И надеемся, что скоро, точнее уже в следующем году, Наш человек на «Евровидении». Мы поедем все в Минск тусоваться на «Евровидении». Айван, болеем на «Евровидении».